Внимание! Это будет необычное видео. Давайте отдохнем от прохождения видеоигр, от обзоров различных, от видеоуроков и погрузимся в мир природы. Да, мы сегодня с другом пойдем ночью в лес. На первый взгляд вам данное видео может показаться банальным, дебильным, детским, но мы действительно это сделаем. Надеюсь, мы наткнемся на что-нибудь интересненькое в данном нашем походе. Пожелайте нам удачи и чтобы данное видео дошло на YouTube, потому что этот поход может стать опасным или даже последним в нашей жизни. Итак, мы, как я уже сказал, пойдем ночью. Скажу, ребята, вам сразу, чтобы не было гневных комментариев под видео. Мы не будем делать какие-либо постановки, какие-либо накладывать, какой-либо фотомонтаж накладывать. Мы этого делать не будем. То есть нарисованных там привидений, там всяких там призраков, этого не будет. Единственное, что будет, это музыка. То есть такая небольшая устрашающая тихая мелодия, она будет. Это для такой, чтобы создать атмосферу, атмосферу ночи. Это сделать, я думаю, можно. А таких фотомонтажных моментов мы делать, разумеется, не будем. Потому что это, во-первых, неправильно и это тупо. Сами подумайте. Думаю, со мной каждый согласится. Итак, значит, сейчас мы сидим дома, мы пока подготавливаемся к данному походу. Сейчас у нас день на дворе, пока что 2 часа дня. Но когда настанет ночь, мы уже пойдем. Итак, какой, собственно, план нашего похода? Итак, для начала мы сходим на кладбище. На кладбище ночью. Чтобы посмотреть, как там, да что. Возможно, будут какие-нибудь приключения. Кто его знает. Но, надеюсь, приключения будут не опасны для нашей жизни. Потом, если все будет хорошо, мы пойдем уже ночью в лес. Итак, ребята, надеюсь, вам понравится данное видео. Поддержите его лайком и готовьтесь смотреть. В видео меня будет видно плохо, но я попытаюсь себя заснять, включив на телефоне освещение. Ну что же, желайте нам удачи и мы, собственно, отправляемся. Погнали! Мы готовы. Итак, мы уже идем. Я и друг Пашенди Пасанючик. Вот он, кстати. Мы идем на кладбище. Так что это все может быть очень интересно. Все, ребята. Короче, когда мы дойдем, я продолжу данное видео. Итак, мы уже на подходе. Вот мальчик Пашенди. Это была его идея пойти, ребята. Если я не выживу, то все претензии к ним. Я могу вам много сказать телефона и все, звоните. А мне этот фото, что я не прошу. Да. Вот, кстати, я, если мне кажется, видно. Здесь вы меня видели. Ну, вы меня видели предисловие к данному видео. Надеюсь, будет что-нибудь интересненькое. Ну, разумеется, такое интересненькое, что было не опасно для жизни. Так что... Да. Сейчас, короче, нифига ничего не видно. Да. Какой фонарик? Какая разница, что там фонарик вообще... Да. Все может быть. Может, у нас уже на подходе. Так что... Может быть, будет что-нибудь интересненькое. Разумеется, если будет что-нибудь интересненькое, то мы это заснимем. Да, мальчик Пашенди. Да, сейчас... А, да, чуть полевее будет, с вами, с даряка, мальчик Пашенди. Да. Сейчас сделаю. А, мне кажется, подсветка немножко так не очень сейчас светится. Это так фигово сейчас видно. Я включил подсветку, чтобы было видно, потому что полная темнота. А у меня камера и так не активна. Поэтому... Такие вот дела. Честно, я не знаю вообще, куда мы идем. Мы идем по навигатору мальчика Пашенди, который... Да, это сниму. Да, это снимает. Да. Знаете, самое опасное будет, если мы не найдем дорогу обратно. Вот этот собак живет. Я буду не проявлять. А, и это не будка. Я покажу, что это будка. Если видишь будку, то говори мне. Камера, поворачивайте. Да, что машины разъехались. То есть, разъезжаются повсюду. Что-то я немножко, конечно, побаиваюсь. Чуть-чуть. Давай. Они не знают. Да я не это. Я вообще побаиваюсь. Кстати, все, может, ты уже и тиск поворачивайся. Все, блядь, и тиск готовы, блядь. Трубы выживали, земли разрывали. Седу волзали, дико выживали. Глотки и дроны, зубы гугломаны. Нарвали свою плоть. В общем, друзья, случилось непоправимое. В общем, мы встретили, мы, когда продвигались на кладбище, встретили гопников, которые нас очень сильно напугали. Вы не думаете, что мы такие сакуны, но когда на вас идут много гопников с большими угрозами, то вы, думаю, тоже бы испугались. Короче, мы от них убежали в лес, и на кладбище, думаю, мы туда не сунемся, мы пойдем просто в лес. Ну, мы пока не совсем в лесу, но когда мы дойдем уже в лес полностью, я уже возобновлю данное видео. Извиняюсь за голос такой, просто немножко запыхлся. Ладно, все, возобновлю видео, когда мы дойдем уже в сам лес. Итак, ребята, в общем, мы ушли в лес, но не так далеко. Как вы думаете, в общем, мы решили с другом так. Мы сейчас немножко осмотрим ту территорию, и завтра с новыми силами пойдем снова же сюда. Но для вас это будет как в одном видео, для нас это тоже будет как в два дня, получается. Так что... Вот он, мальчик по Шене. Так что мы сейчас не так далеко от обочины ушли, а вот завтра мы уже уйдем далеко в лес. Но, как я уже сказал, для вас это будет как одно видео, так что, надеюсь, будет интересно. Но не так интересно, чтобы нас поймали и убили, я надеюсь, но хотя бы, чтобы это видео дошло на Ютуб. Надеюсь, это произойдет. Но если вы его смотрите, значит, оно, разумеется, дошло на Ютуб. Короче, надеюсь, с нами все будет нормально. А вы про себя мысленно пожелайте нам удачи. Ну или в комментариях тоже пожелайте нам удачи. Все, ребята, увидимся уже чуть-чуть-чуть позже. Ну что же, друзья, мы вошли в лес. Вот мальчик по Шенде. И теперь мы пойдем... Блядь. Я случайно насыпил на яму. Такое бывает. И теперь вот он, кстати, лес. Вы его плохо очень видите. Потому что у меня на камере не такой мощный фонарик. О, кстати, сверчок, смотри. Он, кстати, полетит. Он летит у моего камера, потому что это свет. Он заплетит на свет. Такие вот дела. Так, мы уже здесь. Итак, какой у нас план будет в лесу? Что мы будем делать? Самое главное правило, ребята, это... Да. Самое главное правило, ребята, в лесу, это, в общем, не растеряться. И продолжать путь. Второе главное... Второе главное правило, это не шуметь. Не подавать виду. О, это обойди-то что-то. Итак, мы продвигаемся вперед. Итак, далее. Что мы будем сейчас делать? Да, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас найдем какое-нибудь такое место. Такое, можно сказать, поудобнее место. И будем рассказывать страшилки. Так что, ребята, готовьтесь. К сожалению, мы не сможем зажечь костер, потому что это запрещено. По крайней мере, у нас в стране. Поэтому будем под фонарик рассказывать истории страшные. Буду рассказывать их я. Я извиняюсь за такую немножко тревогу в голосе. Я немножко побаиваюсь. Потому что я не часто хожу в лес ночью. Вот он, мальчик по Шенди. Я снимаю. Все, давай, идем вперед. Ну, так как-то медленно как-то идем по Шенди. Давай, вперед. Вперед, вперед. Кажется, come on. Come on. Let's go. Слышь, а вот, походу, тут могут машину проезжать. Слышь? Да, пошли. Вот, кстати, мы вышли на какую-то такую дорогу, такую уже пошире. Идем сейчас в ночь. То есть в темноту. Да, мы сейчас одни еще вернем. Да. Я хочу сказать, что превью, которое мы поставили на... На видео, немножко сказочное. Но, тем не менее, оно отражает сущность нашего видео. Так, Машенди, поприветствуй зрителей еще раз. Слышь, я не могу. Да. Это просто какое-то животное мелкое бежит. И животное картизное. Если бы это был человеком, он с фонарем был по-любому. Ночью бы тут никто не понял, что-то где-то идти. Мы можем, короче, встретить... Так, извиняюсь, ребята. Почему мне одному кажется? Ведь здесь рядом кто-то есть. Ну, естественно, я сейчас какие-то шорохи слышу. И это вряд ли какие-то зверьки. Ой, опять? Опять какой-то шорох. Фу, блин. Это дуб. Такие вот дела. Надеюсь, мы тут не встретим каких-либо духов там, не знаю еще чего. Машенди, что это? А, это просто дерево. Я думаю, это какое-то лицо. Без света, да? Да, тут кто-то есть. Это мы, прям. Димаш. Это животное. Например, там белка, там кот. Что-то такое. Ух, хоть бы все нормально было, да, ребята? Вот вы сейчас смотрите, думаю, что-нибудь страшное произойдет. А понимаете, как сейчас нам тяжело, когда мы сейчас это все ощущаем в реальной жизни. 10 секунд без звука. Ладно. Ребята, 10 секунд без звука. Видео поставлю сейчас на паузу, потом возобновлю. Итак, ребята, в общем, у нас тут небольшая проблемка появилась. В общем, шорохи, которые мы слышим, они повторяются. И это даже может быть не человек, а это могут быть духи. Я сейчас не говорю ничего такого мистического, но просто сами подумайте. Как человек может ориентироваться без света? Потому что это может быть только два варианта. Либо это... Да, если надо было убежать, знаешь, почему... Да ты, дурак, потише говори. Я могу поспотекнуться. Да. Это может либо насекомое, либо там кошка, там что-то еще, либо это может быть духи. Это может быть такое. Но ведь я вам серьезно говорю, без всяких там постановок, там всего всякого. Так что... Пошли дальше. Понимаешь, что это просто животные. По крайней мере, я на это надеюсь. Потому что это животные. Ну да, вот здесь вот трава. Да, ребята, вы сейчас очень плохо, конечно, все видите, но... Зато вы нас слышите, и что происходит. Так, вот у нас тропинка. Ну, конечно, не так все так заброшено, прям вообще. Тут хотя бы хоть что-то, хотя бы вид. Это хоть какой-то плюс. Ну, есть и хорошие новости. Этот лес не такой большой. Тут заблудиться-то трудно. Но ночью, может, и можно заблудиться. Но днем-то, думаю, или утром. Не так. То есть, что это? Слышь. Смотри. Я, ребята, вам сразу говорю, мы идем в лес не для того, чтобы какие-то сверхъестественные там элементы. Мы идем в лес просто... О, а вот и место для истории. Блядь. Смотри. Ну, это же идеальное место для истории, понимаешь? Вы... Вы сейчас... Мы сейчас нашли, короче, стол, ребята. Вы его, наверное, не увидите. Вот этот стол. Тут, наверное, можно рассказывать, наверное, истории. Ну, значит, ходят люди. Да. Вот, лавочки, короче. Ну, наверное, тут мы, наверное, расскажем, наверное, истории. Их, кстати, будет всего две. Ну, и они, кажется, не наши. Это истории из интернета. Мы нашли их. Это чтобы было чем заняться просто. Не, конечно, мне было бы интересно там духов. Их найти. Ну, это опасно, наверное, для жизни. Это, поэтому рисковать. 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 Правда. Себе дороже. Что это? Слышал? Слышал? Звук какой-то буткой. Кто-то... Какой-то машинный, Кирилл. Спокойтесь. Звук мотоя. Да уж. Как я сейчас боюсь-то. Ладно, все нормально, ребята, будет. Да, короче, сейчас камера переходит к мальчику по Шенди. И он будет меня сейчас снимать. А я буду читать. Вот, кстати, он пока что. Так, я надеюсь, можно уменьшить чуть-чуть видео. А, уже до конца. Ты слышишь этот звук? Слышишь только что. Короче, ребята, те звуки, которые сейчас слышим мы, вы можете их не слышать. Вы можете их не слышать. Потому что у меня в камере там немножко звук испортился. Когда мне внизу очень непросто. Ну, мы попытаемся в программном рендеринге. То есть... Да, там, в программе, короче, сделать звук как можно громче, если что. Хочу выкрутить на максимальном. Если вдруг там будет тихо, там, что-то будут такие особенные звуки, которые там, может, не услышать случайно. Ладно, мы будем раздовольствовать, перейдем к делу. Так, давай. Ну, ищи. Смотри, раздевай. Ну, ребята, хочу сказать, он сразу фонарик так очень плохо освещает. Если только вообще низкой земли телефонный фонарит, то будет там видно. То есть вот так. Если уже так, то уже будет видно. То есть так, еще очень очень плохо внутри. Так что это вообще будет видео в полной, вообще, темноте. Но если у меня будет хорошая камера, то потом уже будет нормально. Это вам не за его визин. Понимаете, это реально? Так, это первая история, да? Итак, я с вами. Короче, смотрите, что у нас. Хилы, вообще, вот смотри, куча, зайди, куча, меняйся, что ли. Это защита. На свете сон. Фулеф. Это защита только от кого. Это защита только от кого. Мы сейчас в родили келы. Я кучу читаю. Я глянусь. Да. 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 Включай на телефон. Давай сюда. Так человек не может идти в телекулку. Он потопнется и упадет. Он не может вечно идти в телекулку. Все, давай. Трогай телефон на стену. Все? Да, стой. Начинаем. Я нормально? Снимай как можно ближе ко мне, чтобы глаз был так громко слышен. И так. Я в тот день гулял в городе. Так как дома было нечего делать. Мне всегда было жутковато идти через лес в город. Потому что, по рассказам местных жителей, в этом лесу иногда происходит что-то странное. То тень какая-то бесшумно пролетит мимо деревьев. То душераздирающие крики откуда-то доносятся. За такой случай я всегда с собой беру травматический пистолет. Мало ли что может случиться. Тихо. 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 Я тут упал, да? Не слышал. Я лучше стану куда-то там пешу. Чё, давай, продолжай. Так, мы продолжаем. Поближе. Поближе чуть-чуть. Когда я решил идти домой, мои часы показывали 20.47. Чего-то загулялся я сегодня, подумал я. На выходе из города, возле автозаправочной станции, меня остановил какой-то мужичок. Предложил доехать до дома на его машине. Мол, темно уже, через лес идти одному опасно, но я отказался и поблагодарил. Иду через лес по широкой асфальтной дороге, смеркается. Полная тишина. Мне даже стало спокойно. Я расслабился и перестал вооружать себя мыслями о рассказах про странности этого леса. Проходит около часа, и вдруг я слышу шорох сбоку от себя. Примерно в 15 минут. Мне стало немножко не по себе. Я ускорил шаг и запустил руку в карман с пистолетом. Шорох повторился. Так, где это? Шорох повторился, послушался негвонки, очень быстрый бег, как будто бежало что-то маленькое. Я выругался про себя, достал пистолет и взвел урок. Ты читай, это уже я кто-нибудь. Посмотрев время, 22.15. Очень темно и холодно, а я прошел только половину пути. Тут я вновь услышал звук бега. На этот раз впереди. От вида того, что перебежала дорога в 25-30 метрах от меня, я похолодел от ужаса и затрясся как парализованный. Оно представляло собой человекоподобное создание. С корявыми руками и ногами. Полностью лысое и ростом с обезьяном. Но самое страшное, это лицо. Огромные черные глаза, а точнее пустые глазницы. Длинный тонкий нос и рот. Там с... Слушай, там там же продолжение, где? Продолжение должно быть. Лишь не вправо. С длинными... Ну, нос с длинными клыками. Я от страха захотел заорать и пустить в эту тварь пули. Но не сделал этого и убежал в ближайшие кусты. Я присел и затих, стал наблюдать за существом. Оно становилось на середине дороги. Начало принюхиваться. Затем оно встало на задние лапы и издало такой громкий гопль, что заложило в ушах. Тут, наверное, имеется в виду, наверное, Виндиго. Да, сука, комара, блядь. Похоже на Виндиго, кстати. Ну, такое чувство, что он о Виндиго как будто рассказывает. Сейчас я возьму аэрозоль. Так, дальше. Заебали. Звук был похож... Ну, слушай. Эта... Звук был похож на крик умирающей старухи, только в три раза громче. Затем существо присело на корточки и пули убежало в лес, ломая кусты и визжа во сне горло. А, и визжа во все горло, и во сне во все горло. Понятно. Что это было, я не знал. Не хотел знать. От пережитого шока я не мог встать или стряться. Дальше идти пешком я не решился. Вызвал такси. Доехав до дома, я запер все окна и двери, задернул с шторы и лег спать. На следующее утро я уехал с дачи домой. Больше эту тварь я не видел. Ну, я, кстати, тоже с дачи вчера ехал. Ну, на днях я смотрел новости. В них говорилось. В лесу, в Томской области, нашли истерзанные тела двух девочек. В них были оторваны конечности и выпита кровь. Что произошло с девочками и кто их так варварски раздерзал, нам пока неизвестно. После этого я на дачу не приезжаю, разве что иногда, если надо забрать какие-то вещи. В общем, судите сами. Кто или что это могло быть, пишите в комментариях. То есть, это, ребята, реальная история. То есть, это не вымышлено. Реально это видео. Надеюсь, реально только не до концовки. Ну да. Время охотенных историй. Один из комментариев стоит. Это была кабана-обезьяна Бобо-лоу. Это что, ты что ли? Бобо-лоу. Ладно, давай, мой. Я думал, что это я, но это не я. Смотри. Ну ладно, конечно, такая, ребята, история. В общем, мы идем дальше. Мы же не будем останавливаться. Да, дальше все будет страшнее и страшнее. Ну это реально человек, конечно, там историй написал. Ну, надеюсь, он написал правду. Ну это где-то было в Томске, наверное. Какой правду-то дурак, да, оборотница. Да нет, ну, я в том смысле, что, ну, чтобы было пострашнее, короче. Да. Так что, все, пошли. Никак не тут. Да. Все, давай, дальше идти вперед. Тихо, это ты. Блин, не шуши так, ну, что ты меня пугаешь-то. Я сейчас заикой стану с Димычем Андреевичем. Ой, Димыч, прости. Димыч, сори, если ты сейчас что-то видит, слышишь, прости. Просто так, как это на слово пришлось. Димыч, и кстати, если ты будешь завтра смотреть это видео, то прости меня и прошение, потому что мы тебя тоже не пригласили в лес. Все, прости нас, короче, и не обижайся. Мы в следующий раз тебя обязательно пригласим. Все, короче. Так, теперь снимаем дальше. Так, ребята, здесь я особо говорю как по-своему, так особо не выбирая слова, там, речь, как я сам говорю, разговариваю обычно. Так я сейчас с вами разговариваю. То есть так просто, без всяких там красивых там словишек, все прочее. Не как в видеоуроках, там, в обзорах. То есть так просто. Потому что я сейчас реально в таком, как сказать, в выгодзливом состоянии, хоть даже я с мальчиком по шенде, но все равно мне это страшновато чуть-чуть. Тем более комары кусаются тоже, это, как сказать, не очень приятно. Да. Так. Ну, вы тут, конечно, плохо так увидите, но... Оставайтесь так. Вот кто-то сался, то Путина мешается тут. Значит, это весь палк. Что? Да, ребята, я хочу вам сказать, пока мы сейчас будем идти, я сейчас расскажу вам, что вообще, да как было тогда. В общем, мы собирались идти на кладбище. Куча, расскажи по шенде, что было. Мы собирались идти на... Ладно, я сам расскажу. Мы собирались идти на кладбище, но у нас напали, короче, гопники. Да, и самое страшное, что они... Тихо, тихо. Что они стали смеяться, когда с нами бежали. Но они там сказали, типа, идите отсюда, бняйте, все такое вот. Типа так матерились. Ну да, скорее всего. О, еще одно, еще одно место. Это место нам для второй истории, слышишь? Ну, у нас их всего две, ну да, как-то быстро, но... Говорится, лучше уж быстро, чем так долго. И вам, ребята, меньше времени занимать. Так что за такие старания, ребята, я прошу вас поддержать видео лайком. Да, конечно, тут не очень так все хорошо видно, но... О, такая беседочка. Сейчас, кстати, ее видите. Сейчас поближе подойдем. Я, конечно, жутко извиняюсь, потому что так плохо все видно. Так плохо вообще все. Ну, просто такое освещение. Есть пилот, мы не панаси сейчас. Да, и лучше, когда я буду рассказывать, лучше буду стоять. Потому что как-то так мне более спокойнее. Так, вторая история. Это была история... Так, это была история парня. А, да. Вот здесь. Ну да. Это была история парня. Теперь я расскажу вам историю девушки. Так. Телефон переходит в руки Пашенде мальчика. Чего слышу? Дурак, как нравится. Это что, кто-то же, правильно? Логично. Хоть даже не человек. Так что Пашенде и сразу вам говорю, ребята, в общем, если вы пойдете в лес, то ни в коем случае не вздумайте никого там вызывать. Никаких... Никаких... Да, это самое главное. Не вздумайте никого... Никаких там ни пиковых дам, там, ни быков, там, всяких там. Не вздумайте еще вызывать. Это вообще может так херово закончиться. Вы можете сказать, а, это фигня, это все выдумка. Но, поверьте, лучше не рисковать. Как-то, береженого Бога бережет. Так что, будьте осторожны. А лучше вообще никуда не идите, потому что это реально опасно. Ну, если только, конечно, недалеко. И с кем-то. Хотя бы с одним человеком, хотя бы. То есть, как минимум, два человека. Ладно, все, давай. Ищи там историю. Сейчас мы, конечно, найдем историю. Ну, конечно, эти глупники с нами побежали, побежали. И хорошо, что они нас не догнали. И тогда я, как раз-таки, уже закончил видео туда снимать. Так что, да. Такой, сейчас сажусь. А, тут, тут, заметьте, у нас тут развилка есть. У нас появилась развилка. О, тут смотри. Да, пойти, вот, подъедини. Да, ты, да. Так, вот, вот. Что-то интересное. Итак, история. Это про девушку или нет? Да, про девушку. Это было же... Тебе, вообще про себя, не в слово. Да, про меня. Садись. Та была история про парня. А это будет история про девушку. Да, иди, друзья. Так. В общем, история. Всё своё детство я провела в своём доме. Это ты? Да, это я про фильм. Ну, блин, осторожно. Шучу. Нет, с этой, спутаешь. Короче, всё своё детство я провела в своём доме. Родители не разрешали уходить мне дальше двора, потому что рядом был лес, и мало ли что там может случиться с маленькой девочкой. Запрет это вот сладко. И каждый день смотрела в окно на этот лес. Казалось, будто он живой. Деревья шептались между собой, и мне казалось, что они видели меня. И точно так же смотрели, как я на них. Тихо. Чё застелать, что-то было. Или меня. Ой, ну ты на каждые сорок будешь тебя внимать. Ладно. Всё нормально. Ага, да. Так. Деревья шептались между собой, и мне казалось, что они видели меня и точно так же смотрели, как я на них. На первом плане виднелись ели. Они были настолько тёмными, что смотря на них, становилось немного жутковато. И вот я уже взрослая девочка в желании. А желание никуда не пропадает. Да. Я решалась ослушаться своих родителей. То есть она решилась пойти в лес, короче. На них. Это ты на них? Ты, это я, я. Спокойся. Одним днём я решилась туда пойти. Посмотрелось. Ну, посмотреть, что там есть. Утром я собрала все свои самые нужные вещи, немного еды и пошла в поместо. Но я не смогла туда зайти. Что-то одёрнуло меня за руку. Я просто стояла на линии между мной и лесом. То есть она уже совершила ошибку. Понимаете, ребята, она пошла одна. Это уже полнороковая ошибка. Это охренеть какая глупость. Да, тут мы вдвоём-то и то, блядь, боимся как-то. Это ещё одна. Это у нас футболио ещё нету ещё нормально. Это страх будет 200%. 201, да. Так. Развернувшись, я ушла обратно. Обратно. Обратно домой. Сердце колотилось, как сумасшедшее. И попыталась ослушаться наказа родителей. Я попыталась. Затем она попыталась ослушаться наказа родителей. То есть нужно было успокоить себя. После того, как я прошла. После того, как я приняла ванную, я снова села на подоконник и смотрела вдаль. Для меня было слишком сложно снова собраться и пойти туда. Нужно было делать это постепенно. Я решила, что буду уходить к тому месту каждый день. И пока не почувствую, что я уже в три голоса не зайду туда. То есть пока она тупо не испугается сильно, понимаете? Так прошло две недели, и я почувствовала, что могу пойти туда. На меня подул легкий ветерок. Обратно. Он был таким теплым и... Значит, на меня подул легкий ветерок, он был таким теплым и неважным. Ой, он был таким теплым и нежным. Что тело... Неважным. Что тело... Сука. Ты сейчас такой... Ну, за юмор. Что тело соревновалось от него. Время уходит. Я встала и пошла прямо в лес. Там была маленькая тропинка, которая явно была протоптана человеком. Я поняла, что я по такой тропинке, я больше не потеряюсь и вернусь домой вовремя. Только в лицу понимаешь, как действительно звучит тишина. Вокруг меня не было абсолютно никого. А деревья выстраивались так ровно, что я образовал... Что образовали некую армию. Тихо, ну, право уже запомните уже. Пальчик, кликаешь и вправо. Фига вот так увеличивается. Влагает, не нам такие цели. Влагает, да что-то. Незаметно стемнело. Я решила, что пора вернуться домой. Продолжить свое путешествие завтра. Но как только я развернулась, произошло нечто невообразимое. Вокруг меня было несколько троп. Хотя я отчетливо помнил, что была лишь одна. Какой выбрать? Это же какой-то инди-хоррор уже получил. Как добраться до дома? Я не знал. И вот в кустах что-то зашевелилось. Оно быстро перемещалось. И вдруг из-за деревьев выглянула большая волчья морда. Но это был не волк. Волк должен был... Ну, должен быть маленьким. Как собака. Ну, это все знают. Да. А это существо имело геханские размеры. Оно было намного больше меня. Ну, вы уже поняли, ребята, кто это. Да. Стали видны клыки. У этого существа зубы были белые. Как облака на небе. Вся шерсть вздыбилась и была похожа на колючки ежи. Стало страшно. Что со мной будет? Я умру? Неужели сейчас? Оно начало приближаться. И первый рефлекс сработал у меня мгновенно. Я не успела даже подумать. Логи бежали настолько быстро, что мне казалось, я смогла обогнать бы сейчас целую машину. Но оно было, ну это и первое. Но оно было быстрее и сильнее меня. Бабочка, блядь. Это не бабочка, а светлячок. Нет, это бабочка была, придурик. Помнишь, светил свой? Но оно было быстрее и сильнее меня. Я не оглядывался назад, на меня что-то, ну, что-то напало за, и я ударил с головой об камень. Это последнее, что я помнил из этой ситуации. А что-то я уже непонятный хижень. Я точно знал, что в ней живет человек. Она была приобрена, печь затоплена, а на столе стояли цветы. Голова разрывалась от боли. Складывалось такое ощущение, что мозги в ней просто расплавились. Встать из кровати было слишком сложно, легче было просто лежать в ней. Так голова меньше причиняла боли. Дверь растворилась, и в нее зашел мужчина. У него были ярко выжженные калии глаза, волосы черные как ночь, а черты лица грубые. На его плечах висела волчья шкура. Сердце билось от волнения. Я не знала, что это за человек. Таким же грозным взором он посмотрел на меня и спросил, как я оказался в лесу. Неужели мне никогда не говорили не заходить в этот лес? Конечно же говорили, но любопытство для женщины это прежде всего. Это точно. Знаешь что, самое главное, что она это делает, она сама это понимает. Осознанно поменится. Да. Минуту погодя, я узнала о нем... Блин. Я узнала в нем то самое чудовище. Оборотень. Но я думала, что бывают только оборотни в сказках. А оказывается, сказки порой уже поживают. Он рассказал мне, что я... Что родился таким... Ну, он рассказал мне, что он родился таким, что просто не может совладать с собой, когда наступает ночь, и в этой ночью... Ну, просто... Мне просто не... У него было... У него не было никакого сочувствия. Он не хотел... Он не хотел меня отпускать. Поддержать... Сочетание быть. Поддержать жизнь человека ради того, чтобы мясо было вкуснее. Было, конечно же, бесчувственно. Он был голоден, но я не знала... Ну, я не хотела встать ужина. Единственной причиной, почему я вышел, так это было то, что он той ночью был сыт, а я оставалась на потом. После того, как он вышел, я подождала несколько минут и нашла в себе силы выбить окно и пуститься куда-нибудь в бегство. Я согласна была на все, кроме смерти. Ноги мчали меня вперед, уже темнело. Не устанавливаясь и на минуту, ноги все мчались и мчались. Ну, все мчались и мчались, и вот я слышу странный волчий вой. Страшный волчий вой. Ну, и странный тоже. Он гонится за мной. И вот я вижу уже край леса. Вот он мой. Че, че, че? Да я не напугаю, это я. Блин. Да че ты быстрее? Вот он. Даже лес становится. Е, паникует. Вот он мой последний рывок, а волк уже сзади. Пару секунд, и я выпрыгиваю за порог леса, оборачиваюсь и вижу эти светящиеся глаза. Он не мог выйти из него. Я была спасена. Больше никогда не пойду в этот лес. Я шучу. Тебе, ааа, шутки, не шути. Все, тебе нельзя шутить. С этого момента. Можно было как-то приукрасить в концовку, правильно? Да. Ну, ребята, конечно, извините, что я читал, а не рассказывал вам. Конечно, вы сейчас можете им писать в комментариях. Я не знаю, что это тяжело, бля, волнует. Ну да. И мне спокойно, хотя бы. Ну да. Это вообще в комментариях будете писать, что типа вот ты рассказываешь историю. Типа, почему ты, ну, почему ты не сам рассказываешь, а читаешь. Ну, вот так вот получилось. Не удалось придумать таких особых историй. Не так часто ходим в лес. Особенно ночью. Это вообще мы там ходили. Так очень редко там ходили, да. Просто учеба была, 11 класс там. Все такое. У этого колледжа. Поэтому не было времени, чтобы всех придумать. Но не суть. Короче, ребята, мы идем дальше. Да, видео, может, ну, видео максимум, может, затянется, ну, не знаю, может, на минут 40, а максимум на час. Надеюсь, вы выводы смотрите до конца. Ну, может, оно будет по частям, кто узнает. Посмотрим. Ну, я, наверное, много моментов вырежу. Там есть много немножко таких моментов, которые можно увидеть. Да. Ну, мы еще чуть пройдем, наверное. А то видео реально затянется уже. Смысл снимать уже. А то, ребята, думаю, вы не будете смотреть видео, которое идет больше 40 минут, наверное, за... тоже, ну, не то, что не идея способа, тоже долго будет. Я сам-то не люди видел, смотрите, которые больше 40 минут идет. Кого? Ну, у нас есть развилки. Вот развилка, смотри, и вот развилка. Да, то есть, куда пойдем-то? Это не развилка-то. Это просто... Кожа, выбирай, лево-право. Ну, и, короче, лево. Ладно, право. Может, надеемся? Надеемся? Угу. Ты дурак, чтобы потеряться к нему. Пошли кое-чем вместе. Так что, ребята, если бы были мы еще бы с одним моим нашим другом, то было бы, конечно, не так страшно. То есть, с Димычем Андреевичем. Да, ну, сегодня, кстати, не так, как... Не так, как это было страшно. На самом деле, ребята, я должен вам кое-чем признаться. Мы это видео разделили на два дня. То есть, мы записываем его не один день, как вы могли подумать, а два дня. Это для вас видео все идет в один день, как будто. А для нас мы это все два дня готовились. Что-то записать. Так вот, давайте, кстати, дальше. Тут какие-то уже идут искусства какие-то. У нас еще есть левая развилка. Ага, молодец, Киевцамского вправо. Я и пошел вправо. Кто еще молодец? От меня, ты считай, чтобы не только от тебя. Ты человек гаист, а себя только думаешь. Так что, вот, мы идем, короче, вправо. А, подержишься, я загружу, что-то завяжу. А, подержишься, я загружу, что-то завяжу. Как, подержишься, я загружу. А, подержишься. Так что, значит, мы рассказали вам истории, теперь план такой, пойдем еще чуть-чуть подальше, и потом думаю мы уже заканчиваем, потому что, не то что мы уже боимся, потому что, ну смысл уже так долго видео записали, просто нормально, в принципе, записали по объему уже, конечно ничего особенного сейчас не произошло. Так в общем, ребята, плохие у нас новости. Ах, плохая новость банальна, у меня тупо закончился память на телефон. Короче, придется нам это видео, похоже, закончить. Но у меня есть даже хорошая новость. Очень, ребята, да, на этом мы, наверное, заканчиваем видео, потому что уже память заканчивается. У меня есть для вас одна новость, даже две новости. Если это видео наберет хотя бы 10 лайков, хотя бы, то мы с другом снова пойдем ночью на то кладбище, где мы убежали от глопников. Это будет очень опасно, ребята, так что поддержите видео лайком. Снова туда возвращаться, тем более ночью. И вторая новость, это, может быть, мы еще раз пойдем в лес, но уже с Димычем Андреевичем. То есть, с Дмитрием. Дмитрием с канала Супергеймер. Да, с Дмитрием с канала Супергеймер, если хорошо, он согласится. Они будут убежаться. Так что, кстати, подписывайтесь на его канал. Все, теперь увидимся уже в концовке, в концовке данного видео. Надеюсь, вам оно понравилось. Итак, ну что же, ребята, вот и концовка данного видео. Надеюсь, вам понравился наш поход в лес. Да, конечно, было много косяков. Было плохо видно это, во-первых. Во-вторых, я читал истории, а не рассказывал их сам. Да, это, конечно, тоже не очень так хорошо. Но, тем не менее, мы удачно провели время, и мы выполнили свой план. Да, мы не нашли ничего такого сверхъестественного, никаких духов, призраков. Но все равно. Поход, я считаю, удался. Что хочу сказать вам напоследок. У меня есть для вас, ребята, новость. Возможно, будет продолжение. Продолжение походов в лес. Но уже с Димычем Андреевичем. Если, конечно, он согласится со мной туда пойти. Что очень невероятно. Да. У нас с ним возникли некоторые разногласия. Надеюсь, нам удастся все это решить, как говорится, в ближайшее время. Тогда я запишу вторую часть. Ну и, разумеется, это же зависит от самих вас. Какова будет статистика данного видео. То есть, если на нем будет нормальное количество просмотров в соотношении лайков и дизлайков, то тогда я также продолжу запись очередных частей похода в лес. Уже снова рискнем пойти на кладбище. Надеюсь, уже безопасно будет у нас. Не будет никаких там гопников, никаких всяких там дурных пареньков, так сказать. Значит, еще прошу прощения за то, что такой был несмелый голос во время похода. Потому что, ну, это было для нас, как бы сказать, первый раз поход в лес. Поэтому была такая неуверенность в голосе. Ну, собственно, да. Это все, что я хотел сказать. Надеюсь, в будущем будут серии уже поинтереснее. Но, сами ребята, вы понимаете, что такой интерес, он может быть опасен для наших жизней. Поэтому, что хочу пожелать вам. Лучше не ходите в лес. Ходите только днем. Ночью не ходите. Ну, или, по крайней мере, ходите с другом. Там, хотя бы с одним другом ходите. И будьте предельно осторожны. Что я вам хочу сказать. Ну, все. На этом поход окончен. Я желаю вам удачи. Повторюсь еще раз. Возможно, будут вторые части. Возможно, все может быть. С вами был я, Кирилл. И мой канал Кирилл Ржевский. И был с вами Мачпашенький. Давай. Прощайте. Всем пока, ребята. Увидимся. Так. Увидимся в очередных моих сериях. Если, конечно, они будут. Ну, все может быть, как я уже говорил. Все. Удачи вам, ребята. Подпишись на выпуск. Увидимся в следующей следующей серии. Не забудьте рассказывать.